Сегодня все мировые СМИ обсуждают встречу Владимира Путина и Реджепа Таипа Радогана. Переговоры двух лидеров в Петербурге стали темой номер один немецкой прессы. Вот наш корреспондент в Берлине Наталья Гончарова почитала заголовки газеты. Сейчас Наташа выходит с нами на прямую связь. Наташа, я приветствую тебя. Прекрасно выглядишь, прекрасная там погода в Германии. Конечно, именно в Берлине должны пристально следить за визитом Радогана. Мы за каждым словом, который говорит не столько он, сколько Путин. Вот какова была первая реакция? Да, Наталья, я приветствую тебя. Оттепель в отношениях между Россией и Турцией. Вот номер один для фактически всех средств массовой информации здесь, в Германии. И сегодня вполне ожидаемая эта новость также на обложках всех главных изданий. И, наконец, главная геополитическая интрига последних дней приобрела реальные очертания. Диалог между странами состоялся и прошел он успешно. Об этом пишут сегодня в немецких СМИ. Что ж, давайте вместе с вами сейчас полистаем центральное издание. Начнем, пожалуй, с «Зюдойче Цайтунг». Это одно из главных немецких СМИ. Здесь мы можем видеть заголовок «Эрдоган помирился с Путиным». И также внутри этого издания можно найти достаточно большой материал на несколько страниц с экспертными мнениями. Рассуждают аналитики о том, что же вот эта вновь возобновившаяся дружба может означать для Европы. И что стоит ожидать, в частности, Германии. Кстати, хочу обратить ваше внимание на снимок, который подобрали журналисты вот этого вот издания. Здесь президент Турции разводит руками. И такое ощущение, что он оправдывается перед Путиным. Ну что ж, давайте следующее издание посмотрим. Также авторитетнейшее здесь в Германии «Тагишпигель». У них здесь, соответственно, на обложке мы можем видеть рукопожатие двух президентов и заголовок «Ось дружбы между Россией и Турцией». Также большой аналитический материал. Как же будут восстанавливаться отношения между двумя странами. Ну и, кстати, журналисты вот этого вот издания очень, можно так сказать, иронично обсуждают тот факт, что накануне Эрдоган несколько раз обратился к президенту России, назвав его «мой дорогой друг Владимир». Очень такие, как я уже сказала, язвительные и ироничные высказывания звучат по этому поводу. Но, кстати, могу сказать, что свои оценки по поводу вчерашней встречи здесь в Берлине дают не только журналисты, но, естественно, и политики. Причем официальный Берлин вроде как рата восстановлению добрых отношений между Россией и Турцией. Турция прекрасно знает, на чьей стороне ей быть, кто в случае чего является ее союзниками и насколько они для нее важны. А также немецкие СМИ, хочу отметить, пишут, что свое прощение Эрдоган заслужил, и он все-таки для России роднее и ближе, чем Барак Обама. Вот такое мнение, в частности, высказывают в Deutsche Welle. Ну, а некоторые немецкие СМИ, например, как детсайт, иронизируют на эту тему, называя Путина и вовсе боссом Барака Обам. Ой, простите, Эрдогана. Но не обходят вниманием вот эту вот встречу и также немецкие таблоиды. Вот, например, такая фотография на развороте в Бильзе. Вот, пожалуйста, опять-таки рукопожатие между российским президентом и президентом Турции. Но вот этот вот материал, конечно же, в Бильзе с достаточно негативным посылом сегодня. Что ж, Наталья, вот такие мнения высказываются здесь, в Германии. Передаю тебе слово. Да, Наташа, спасибо. Твоя оговорка вызвала здесь, в Москве, большую улыбку. На прямой связи со студией Изберлина была наш корреспондент Наталья Гончарова.